всем доброго времени вот решил записать видео вместо того чтобы писать длинный текст вы знаете что я писать не особо люблю не как жалко времени если бы я так быстро печатал как писатель может быть я написал бы длинную статью вот опыт мне показывает что длинные статьи мало кто дочитывает до конца поэтому решил записать видео темы которые меня сподвигли очень простые не то что может быть вы не знали бы не знаете об этом скорее всего даже знаете но хотелось бы вот затронуть эти темы относительно сил наполняющих потому что многие разделяют руны от той силы которая стоит и вот самые простые вопросы которые хотелось бы поднять и поговорить о них довольно простые знаете ли вы что руны сами по себе это всего лишь простые знаки не более точно такие же как буквы любого алфа вы можете взять любую букву нарисовать можете в нее вдохнуть силу она тоже будет иметь силу определенный но вот руны изначально были созданы как магические знаки как знаки которые обладают мать и они создавались изначально как знаки которые являются магическим поэтому просто если вы нарисуете руны нарисуете став или будете использовать уже чей-то став он не будет иметь силу потому что сила магическая сила рунической формулы или рунического стал артической вязи заключается в очень простых моментах это наполнение ее силы какую силы какой силой вы наполняете тот или иной знак вот вот это дает магию дает мощную магию мощную силу руна они просто какие-то глифы или какие-то рисунки или буквы вы знаете даже стих который напишет он сам по себе не имеет силы он наполняется силой личности поэта или его рифмы или его славы то есть человек уже имеет определенную определенный опыт или имеет наработку какую-то или в конце концов он даже может стать известным благодаря своей рифме не будем сейчас вспоминать поэтов и тому подробно знатоков точно так же как и художник становится известным но все это идет наполнение личности поэтому любой алфавит вы можете наполнить свои личные силы и вы знаете в зависимости от уровня вашей личной силы вы наверное наполните ее достаточно мощно и этот алфавит или какое-то предложение или текст он будет обладать силу вот точно так же вот как на курсе я прошу вас написать с лист она пол листа хотя вас разбирает от того чтобы поделиться я говорю сокращайте текст с учитесь выражать емко каждое слово чтобы этот текст был наполнен глубиной силой именно силой и тогда ваше эссе или то описание которое вы делаете она имеет такую мощь читаешь и мурашки там по телу бегут и вот как-то даже слеза она вернется вот этот называется личная сила это называется когда от души от сердца по совершенно иное когда вы вкладываете руническую формулу или в руну даже одну свою личную силу совершенно раз если вы не являетесь проводником если вы не являетесь оператором а что такое оператор это оператор не грифа а проводник или оператор руны тот кто проводит эту силу кто наполняет этот символ изначально включенный в эту силу наполняет покровительство известно ли вам что за каждой руной стоит сила покровительство богу тот кто проходит активацию на рунах тот знает я прошу я даю мифологию хоть и таскаю из интернета но смысл писать что-то новое что и так известно мифологии наполнены старше этой младшей и надеюсь что каждый для себя читает и выносит что-то свое есть очень много авторов которые разбирает старшие разбирает вообще этические поэмы скальдические поэмы северных северных традиций но самое главное что нужно понимать что наполнение личной сил наполнение силой покровительствующей каждую разные почему нужно изучать мифологию почему нужно знакомиться с персонами богов северной традиции я уже говорил не один раз что боги это не в том виде понимания религий не в том виде как она наполняется религиозом религия здесь ни при чем то есть не надо молить северных богов их надо призывать призывать для чего для того чтобы они пройдя через ваше естество через вашу ваше тело ваше сознание наполнили тот клиф который вы используете вот что дает силу руна пока вы не прочувствовали каждую руну в отдельности не пропустили эту сумасшедшую необыкновенную силу через себя наполнив свое сознание пониманием каждого грифа руны будут для вас бесполезным инструментом ну вот кто работает с картами таро тот наверное меня поймет я ни в коем случае не хочу унизить тарологов это одно из направлений я сам работаю с таро но таро дает подсказку через картину и смысловое значение которое можно перевести если делаешь расклад то там есть картинки которые могут навести на мысль на идею или создать вид с рунами такого нет есть глиф и все и просто изучением значение рун ничего не поможет вот не будет и все вы не сможете работать с мантикой вы не сможете раскладывать рон и и считывать информацию с рон если сила не будет наполнена не сможете потому что вы кладете одну руну и сила вам говорит сила вам подсказывать сила вам показывают это и есть покровитель это есть пятимерное сознание которое выше человеческого выше нашего понимания здесь нужно быть очень чутким слышание тут одну руну положишь и уже сила начинает говорить через эту руну рассказывать показывать одну руну а делай расклад на 2 на 3 руны на 4 а сделайте на 24 это все силы многоголосно хор силы покровительствующий каждой руне будет говорить выдержите ли вы пропуская через себя эту мощную энергию не прочувствовал ее изначально сможете ли вы выделить голос покровителя из многоголосья и услышать то что нужно услышать доставая уже одну руну при работе с диагностикой с гаданием предсказать неважно с мантикой одним словом вы уже пропускаете через себя эту силу вот поэтому вы становитесь оператором рон глифом вы запускаете этот глиф как ключ вот вы вставили ключ и провернули и сила начала через вас проходить знаете ли вы что рунами управляет сила не тот кто их знает рисует или использует управляет руной сила но это включение в поток это не то что вы становитесь зависимы от этой силы потому что силы заинтересованы в осмысленном восприятия не просто марионетка через которую проходит какой-то там поток или к это топ или электричество или магнитное поле не осмысленное осмысление вот поэтому и старшие люди пишутся рун не должен резать тот кто не смыслит них ничего то что в этих знаках очень легко запутаться но это не умение расшифровывать знака это умение пропустить через каждый знак определенное качество силы со своей частотой со своей амплитуды а боги это всего лишь персоны на самом деле персоны которые включают нас силу силу ru так что или кто дает такую силу рунической магии именно та сила покровительство который стоит за каждым за каждым и когда вот я вам говорю вот покровитель руны такой-то или там несколько покровителей руны это разные разные потоки включения в руническую разные потоки какой поток вы хотите включить какой вопрос вы задаете почему нужно очень четко формулировать вопрос очень четко нужно включаться почему мы с вами тренируемся описывать слова описывать свое намерение лаконично выразительно четко что такое заговор заговор это по сути договор силой всякий раз когда вы рисуете руническую формулу вы договариваетесь силой так что наполняет руническую формулу руну или вязь вы нет вы всего лишь проводник вы проводите эту силу всего лишь оперируете этими силами но это и есть заговор заклятие то есть договор силой хочется спросить может ли оператор просто так управлять рунами без силы наполняющий но никак не сможет вообще не сможет почему потому что сила лишь бы кого не слушается потому что сила должна сначала узнать можешь ли ты проводить эти силу может ли ты проводить волю этих сил насколько ты будешь справедливо проводить эту волю насколько ты сам равновесен чтобы тебя не вышибло от того от того без пристрастия без эмоциональности и без чувственности даже иногда вот почему в рунической магии нету белого и черного вот эта дуальность это человеческое оставьте ее себе играетесь в нее говорят силы и когда вы наиграетесь приходите и прочувствуете нет эмоций нет чувств без пристрастия ровно и без пристрастия чистое вакуумное творение чем чище вы проводите силу тем эффективнее она работает но не будет она работать когда у вас есть примесь вы возьмите любой провод в электричестве кто знаком с электротехникой если провод плохого качества он будет накрываться его будет перепаливать он может вообще сгореть чем чище провод тем лучше он проводит энергию а мы проводники не более не менее и когда мы призываем те или иные силы в те или иные руны наполняя их не своим дыханием а дыханием этой силы вот почему руническая магия имеет такую силу и вот почему имеет защиту от дураков которые думают что они могут положить туризис при мантике и вскрыть кратника кратник вообще очень тяжело диагностируется на одной руны вы не продиагностируете не познакомившись с этой силой потому что сила вам говорит они руны или клип вам говорят вот вы прочитали текст по рунам и все и вы теперь знаете что какая руна означает но это не всегда так как вы думаете вы берете клип и этот клип наполняется силой и сила уже с вами разговаривает берете вы ансу с вами говорит один берете вы туризис с вами говорит тор тор наполняет туризис основной покровить точно так же каждую руку может ли например один говорить через руну туризис может если вы ее призываете наполнять если вы способны пропустить эту силу могущества руны туризис силой одина один вообще про отец рунам ради этого совершил определенные действия какие мы действие совершили для того чтобы этой силой обладать имеем ли мы право на эту силу сила очень выборочно смотрит кто может пропустить кто не может и она абсолютно бесстрастно вы рисуете руны рисуете формулы но они могут иметь только вашу личную силу вашу магию сила не наполнится если вы эту силу не пропустите через себя если вы не станете частичкой один и если вы не станете самим один видеть глазами богов а не видеть глазами человечества потому что человече человеческие глаза это пелена это иллюзия это не фельдхейм мысли человека мысли богов это две разные планеты две разные субстанции две разные два разных восприятий чему я это все говорю если вы хотите чтобы магия руническая магия которую вы творите была наполнена вам нужно знать очень простых три вещи первое весь футарк а не только вы оператор всего футарка они отдельные каждой руды любимой не люби каждой руния я уже говорил не раз содержится 1 24 другой руд весь футарк или все или ничего а весь футарк это все силы это полностью отдаться этом это полностью себя посвятить это что если вы думаете что вы можете одной попой на два стула на три стула то тогда не надейтесь что руническая магия вас будет проявлена на все 100 вы или оператору или вы пропускаете эти силы или идете играете свои человеческие игры дальше не я человек наполняю рунические ставы рунические вязи и формулы силы сила которая проходит через меня наполняет и пора открыть глаза пора проснуться пора понять что по-другому не будет не будет работать у вас руническая магия пока вы не пропустите эти силы через себя и они вас не сотрясут до последнего пока последнее человеческое с вас нас летит вот тогда вы возьмете одну руну и она с вами будет разговаривать а нам расскажет историю расскажет она расскажет вам все вам не нужен будет учить и потому что сила будет вас учить но прежде чем сила чтобы она начала работать через вас ей надо наполниться ее нужно пропустить через себя ее нужно понять и эта сила будет испытывать вас на каждом шагу на каждом шагу убирая все то что вам мешает проводить эту силу вот в чем сила магии рун а не в том что вы знаете просто глифы ну знаю я латиницу знаю я кириллицу и что это мне дает чем это наполняет как я могу кириллицей или латиницей еще каким-то другим шрифтом или китайский шрифт возьмите он тоже должен быть наполнен силой должна быть пропущен а руны изначально создавались как мать но не как сам я вот это хочу донести до вас и как сам гриф он имеет силу а как гриф который открывает врата открывает поток вы через этот клип включаетесь поток силы определенной силы это достигает вас это пронизывает вас это вас сотрясает это вас наполняет это вас сделает неуязвимыми это делает вас проводниками это делает вашу магию действенный но не вы лично поэтому нечем гордиться какое часы в я рунолог у меня там я маг сильный да да лампочки это все как только у вас появилась эта мысль все забудьте потому что силы никак не связаны с человеческим тщеславием никак вообще они все это уже давным-давно вот хочется сказать высрали они прожили это не знает кто такой человек не понаслышке когда силы проверяют нас на наше намерение идти мать творить магию то не проверяет не потому что они не знают нас и надо же нас проверить от тестировать нас та самая большая глупость что силы нас проверяют для того чтобы узнать какие мы да не знают нашу нутро изначально они нам выворачивают нашу изнанку наша лживость неспособность для того чтобы научить чтобы мы ее увидели чтобы мы увидели насколько мы не способны насколько мы не не мощные мы начали доверять этой силе и учиться у этой силе а учиться у нее можно бесконечно и вот тогда сила проверив нас показал нам когда мы понимаем что что в нас не то и приводим себя в чувство и сознание вот тогда мы пропускаем эту силу и сила дальше нас но начинает учить мы берем руну мы слышим голос мантика мантика это всего лишь система если вы не научитесь слышать голос силы вы не сможете даже эту мантику делать вы будете угадывать домысливать придумывать амулетик а то та же самая сила когда создаешь амулет то через тебя проходит весь поток всей той связи три руны в этой связи да но вы наверняка знаете что эти вязи образуют еще дополнительные руны все эти силы через тебя проходят потоком пронизывая засвечивает амулет наполняя силы это ему лет я наполняю свои силы забросайте меня камнями если я это делаю свои силы силы наполняя амулет который я делаю не я делаю я только всего лишь навсего его изготавливаю а сила которая проходит через меня она наполняет силы рунические ставы которые составляют то же самое можно ковыряться в носу но она не будет иметь силы можно тогда заниматься просто откровенным обманом или маркетингом в рунах это не проходит рано или поздно это вскрывается это может пройти про канаде где-то в чем-то другом в каббале может проканать под завесой тайны очень много всякой ненужности выкидывается потому что тайна той же самой каббале открывается только силой достойным а кто такой достойный тот кто себя посвятил посвящение это не то что кто-то наложил на вас руки это когда сила вас посвящает и вам не нужно уже говорить а действительно ли у меня сила ли спрашивать кого-то а действительно ли я подключен к этому каналу к этому там еще и придумывают и грегор какой-то приплетают круна вам не нужно это свидетельство что сила которая проходит через вас она вам свидетельство вам не нужно чудеса вам не нужно какие-то знамения потому что вы чувствуете то есть она прошла через вас и вы чувствуете но не физически осознание вас появляется это внутреннее знание которое не требует доказательств не требует подтверждений вот в чем сила рунической мать в общем то какие любой другой не думаю что если бы я писал это все то что я проговорил было бы настолько емким я очень хочу донести до вас кто меня видит слышит больше слышит чтобы вы наполнялись силой наполнялись силой которая не является вашим это сила которая наполняет вас естественно наполняет у аруны всего лишь навсего ключи связка ключи 24 руны это 24 ключа который включает в ту или иную силу да помогут вам боги да пребудет с вами один и фрик да дарует вам мудрость